МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко потребует за хаванне жорстка, а нормирование затрат у жилево-коммунальных господарцев и прямальности тарифов на оплату послуг насельництвам. Про это он заявил у своем выступлении на республиканском семинаре об удосконаливании и развитии ЖКГ. Подробности далей у сюжете. Особливый акцент подчас своего выступления президент зарабил на прямальности тарифов. Одна задач – только одноразовое их повышение с початку будущего года на 5 долларов и эквиваленте. Далее никакого росту без ведома керавника державы. По коль же ураты и комитет держконтролю повинны деталево проверить тарифы, как первого студента затвердить их. Нагадаем, селета яны повысились на 5 долларов, а потом были проиндексованы в связи с ростом дохода у насельництва. Уверосний рост оплаты склау приблизно 8%. У Снежни плануется повеличение ясше на 10. Такие повышения выкликали незадовольность Александра Лукашенко. Что тычется переходу на стопроцентную оплату послуг ЖКГ, то это вельми серьезное и отказное пытание. И спешаться тут, по словах президента, никто не будет. Наша здымочная бригада вырошила доведаться, как ставятся жихары Гомеля до плановых повышений тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки, и провела невеликое пытание. Можно сказать, терпимо, конечно. Хотелось бы, чтобы так не повышались цены, потому что люди есть такие, которые сидят совершенно на низких пенсиях, и оплатить это не в состоянии. Оплачиваем все вовремя. Но как бы ни было, это действующее законодательство, если оно должно меняться, то оно меняется. И мы должны его исполнять. Конечно, чувствуется. Сегодня, то есть в этом месяце поднялось, в следующем поднялось. Конечно, оно чувствуется. Ну, я не скажу, конечно, что так уже сильно. Ну, вы знаете, две пенсии у мужа и меня терпимы. Ну, конечно, тяжело. Если повышение транспорта на 11% произошло, ну, ЖКХ также растет примерно. Прилично. Вы знаете, я считаю, государство видней. И все равно, что нам насчитают, мы все равно обязаны платить. Хочем мы этого или нет. Яши одно важное питание, якое обмерковали подчас республиканского семинара за беспеченье строгого нормирования материальных и энергетичных ресурсов. Менавито таки загадал керанюк державы Александр Лукашенко. Он нагадал, что ясше пару годов тому с бюджету финансовались все фактичные затраты организации жилево-коммунальной господарки. С тягом часу ситуация изменилась. А зараз система ЖКХ працует урушением так званой финансовой диеты. Это, сразумело, не самый безбольный способ оздоровления. Але для насельництва важно, чтобы максимальная экономия выдатков не поуплывала на якость и объем послуг. Дарыши большего разумения обгрунтованности росту альбо инших послуг да поможет досягнуть тарифный сшиток. Документам, які зараз находятся на стаде распроцовки, пропонуется с пошатку наступного года дифференцировать кошт основных послуг. Кожный грамадянин зможе зарабить запыту службы ЖКГ на месяцах и отримать докладные отказы на питание об их оплате. Марина Джалая, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Что год в Украине утворяется 4 миллионы тонн твердых коммунальных отходов. З их у 2016-м накеровано на захование 84% на перепрацовку только 16%. На фоне соседей мы выглядаем годно. А переделие краины СНД, Латвию, Словакию, сравнялись с Испанией, Португалией и Финляндией. Дарыши, на Гомельщине напрацованы значный опыт работы с отходами. У свой час минавита тут был створен первый в Украине экспериментальный биомеханичный сортовальный завод. На предприемстве, куда и сегодня идут за опытом, побывал Александр Ховейко. Спецкоммунтранс успешно из отходов делает доходы. Что в Гомеле можно изготовить из вчерашней? У нас на сегодняшний день есть, допустим, участок по переработке пластмасс. На данном участке у нас, допустим, происходит дробление каких-то ПЭТ-изделий, которые были бывшие употребления, и потом делаем из них, допустим, полимер-песчаную продукцию. Делается, допустим, продукция люки, кольца, тротуарная плитка. Делаем гранулу полипропиленовую. То есть, с одной стороны, это значительно удешевляет продукцию, с другой стороны, помогает действительно из отходов получать доходы. Конечно. Вторая жизнь. Мы сохраняем же природу жизнь, в принципе, это же на полигоны все не вывозится. Здесь проходим по складу готовой продукции. С правой стороны, это здесь отсортированный цветной металл, так называемые баночки. Должна сказать, сколько в одном брикете? Где-то 300-400 килограмм в одном брикете. Сколько времени нужно было потратить для того, чтобы собрать вот хотя бы один брикет? Ну, у нас по городу стоят контейнеры, предназначенные для раздельного сбора. Вот желтые контейнеры, вот здесь собираются, потом эти контейнеры проводятся на завод. И здесь уже сортируется на линии сортировки, отделяется, допустим, ПЭТ отделяется, стекло отделяется, отделяется металл цветной, черный металл. То есть, другими словами, здесь собрано все то, из чего пил сладкие напитки Гомель и Гомельский район? Да, конечно, конечно, да. Хорошо. А вот что из этого можно сделать? В дальнейшем это мы продаем на цветмет, где в дальнейшем делается, это передается на заводы, вот, где это перерабатывается, в дальнейшем, то есть, получает это сырье новую жизнь. То есть, делаются либо баночки, либо какие-то изделия. Это же цветной металл. Андрей Иванович, насколько продукция, которая получила вторую жизнь, благодаря спецкоммунтранс, пользуется популярностью у гомельчан, жителей области? Ну, как правило, мы изготавливаем даже полимер-песчаную продукцию, которая продается как в организации, так и в частный сектор. Там и колодцы есть, и люки у нас, значит, конуса есть, которые предназначены, вот. Ну, довольно успешно, пока у нас идет реализация, вот. То есть, и среди предприятий, и среди частных лиц? Да, частных лиц. Ну, то есть, как бы, это удобнее в эксплуатации, то есть, удобно демонтировать, устанавливать вручную можно, потому что они намного легче железобетонных изделий. Еще недавно и Добружская бумажная фабрика, и Светлогорский ЦКК вынуждены были закупать сырье за границей. Как меняется ситуация сегодня? Ну, на сегодняшний день, наверное, эти вышеуказанные предприятия покупают у нас в основном продукцию бумажную. Вот, она у нас здесь заготавливается со всего города. Вот, мы ее прессуем, сортируем по маркам и отправляем на эти заводы. То есть, это уже, как бы, помогает тоже сохранить, ну, вот, наши деревья и окружающую среду. То есть, уже, как бы, вот это все перерабатывается, у нас покупается. Областное свято Дажинки-2017 селета пройдет 17-го листопада у Житковичах. Такое решение принято Гомельским Аблвы-Канкамам. Меж тем, у сельгаз-предприемствах еще протягиваются полевые работы. Сгодно с удокладненными статистичными дадзинами, селета у Раджа из Божьевых у регионе склау 998 200 тонн. Теперь до этой лечбы можно дадать яше Ямаль 170 тысяч тонн уже намолоченной кукурузы. Але, яе уборка яше протягивается. На палетках побывал Олег Синцерову. У гэтая дни у акционерном товаристве «Хальш» имкнутся максимально эффективно выкрасить теплые надворы для уборки кукурузы. Ее сушение потребует значных энергетичных затрат, что на промой уплывая на прибыток. У Вогуле гэтый год для господарки был далеко не самым горшим. Урожайность сбоживых, каля 29 центнеров с гектара, не на шмат, але усе ж таки больше, чем летость. При гэтом ж него завершили пешими у районе. Слаженная работа коллектива трудового, начиная от главного агромнома, ведущих специалистов инженерной службы и комбайнеров, и водителей. Все слаженно, дружно сработали. Что отыщется кукурузу, то у акционерном товаристве «Хальш» все лето я назимаю практически половую площадь, это саправды выгодная культура. У гэтом годзе ее урожайность больше, как у двоя, перевышая урожайность сбоживых. Хоть еще у лепене у аграру были сомненны у макчимысти великих намалотов. Все лето кукуруза примысила вязковцев довольно значно похваливаться. Практично до конца лепеня климатичные умовы были такими, что Россия нияк не жадала. В некоторых господарках начали уже подлечиваться макчимы страты. Сгодно с оперативной информацией об селах «Хальш» зараз на Гомичине, на зерне убрано 47% отведенных под кукурузу площадью. Огольный намалот складывал в маль 170 тысяч тонн. Одночасово у селах подприемств ведутся работы по борцу бульбы, урожайность якой сегодня-то практически на чверсе борщ, чем летость. И селбе о зимых культур. Тут так само есть подставы для оптимизма, и о кем гуде на дворе зимой, докладно заразумело никто не ведая. Олег Пакуль – климатичная умова для селбы сприяльная. Первое время было затруднение, потому как перевлажненная почва была, и подбивала селку, и мы много стояли по погодным условиям. Но сейчас более-менее климат становился, погода теплая, и мы уже селем, грубо сказать, от развита до заката. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадо-компания «Гомель», Ветковский район. С 22-го костричника у Гомельской области повышенный кошт проезда у городским транспорта. Так, одна поездка у автобусе альбо троллейбусе теперь коштуя 50 копеек. При набыти билета у водителя – 55 копеек. Кошт проезда у автобусах экспрессных маршрутов повеличился до 60 копеек. Фиксованный тарыф на перевозку ручной поклажите перскладая 50 копеек. А кроме того, вырос и кошт проезных билета у шмат разового корыстанья. Цена проезного на месяц на один вид транспорта у Гомеля выросла до 22 рубля 50 копеек, декадного – до 7 рубля 92 копеек. Сёня у Гомеля ушановывали вратовальников асвода. Нехта з їх вратовывал людей, які могли патануть, нехта проявил можнасть при пожары. С героями года познайомилися наши корреспонденты. Яны крыху соромятся, бо ніколі не былі в центру уваги такой колькасті людей. Тым більш кажуть, що нічого геройського у їх діяних нема. Просто виконували свою работу. Гэты выпадок долга обмярковали ў Добрушскім районі. 29 вересня 26-ти гадовы Добрушанін накіраваўся ў лес, але заблудівся і апынувся ў балоті. У полной темры яхознашліва дала за свода Сергей Орлов і моторист рулявы Ігор Горал. Ночі уже було нічого не видно. І по голосу так перекрікаювались, ну і поняли, гді он. Витащили його із болота по грудь. Был в болоті, в холодной воді. Пошёл за ним в болото і витащил його. Привізли на спасательну станцію, напоили чаем. Сьогодні на вартовальних станціях пораўнальна тіхо. Купальний сізон завершився і надзвичайних ситуацій стало значно менш. Основны намагання работніку обласних подраздеління у асвода накірованы на профілактичну роботу у навучальних установах. Хоть контроль за водоёмами вядецца ў любым разі, но у рэшці ёсць рыбаки, які можуть поводзіць сябі не зусім адекватна. А так само аматоры катання на лодках ў нець вярозым стане. У рэшці вартовальнікі павінны быть у стані готовності за усёды. І не толькі непосрідна на працівным місці. Вадалас Мазырской вартовальній станці Михаил Глушко узнагороджений нагруднім знакам асвода за заслуги. Засмелые, рашучі і професійні діяні на пожары. У свой вольний час ён выратавав двох чалавек. Убачив, што гарить сусідні дома, адразу прыняв рашэння. Зашёл веранду, встретил мужчину, помог ему выйти. Своё слово узнал, што там ещё жэнчина. Со стороны спальни разбила окно кувалды. Було большое задымляне, т.е. стена дыма заполз туда в здание. На крики стала её звать к себе, она ко мне подползла, вытащила её за руки, выбросила вместе с собой в окно. Олег Сынцюроу, Максим Савін, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Нашные заморозки і перший снег чекають гомельчан на гэтым тыдні, поведамляють синоптыки. Так, у першій полові тыдні дзённая температура не паднімеце выше за 4 градусы тепла. А ночі у особних регіонах в області будуть заморозки до минус 7. Утшатер-синоптыки обіцають мокрый снег. Во второй половине недели ожидается ухудшення погодних условий, которые связаны с осадками. Их принесут нам фронтальные разделы, которые будут смещаться с северо-запада Европы. С четверга мы прогнозируем осадки, причём в ночные и утренние часы возможен мокрый снег, образование слабого гололёда. И всё это будет сопровождаться усилением ветра. Первообразование снежного покрова неустойчиво. Обычно, согласно средним многолетним данным, на территории области это середина ноября. Уже в пятницу чекается потеплёння. Метеорологи личат, что слупок термометра падымется до плюс 10. Нагадаем, у минулым годзі першый снег у Гомелі выпал 26-го кастрычника и стал ничаканностью. За сутки в областным центры було зафиксовано больше за 30 дробных ДТЗ. Держ автоинспекции рекомендуя водителям заходя подрихтоваться до несприяльных умов на дворье и поменять у авто летнюю Гому на зимовую. По сообщению Гидрометеоцентра, в ближайшие дни, в том числе в четверг, ожидается ухудшение погодных условий вплоть до минусовой температуры. Поэтому госавтоинспекция обращается ко всем владельцам автомобилей с просьбой о том, что необходимо всё-таки перебывать уже своё транспортное средство на зимние шины. Ну и, конечно же, будь предельно внимательними на дороге, потому что возможен гололёд, гололедеца, поэтому огромная просьба, будьте предельно внимательны за рулём. Гэты, а так само іншые новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортывный огляд». С новинами спорта вас познаёмить мой коллега Максим Савин. Продолжение следует...